День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. Всем здравствуйте. Доброе утро. Доброго ранку. Мы продолжаем и украинскую тему, поскольку действительно в эти дни проходят очень много мероприятий, событий, где выражают поддержку Украине, латвийцей. И у наших слушателей тоже есть возможность поддержать. Посетив 30 апреля ночной клуб First Mir, где состоится благотворительный концерт знаменитой легендарной украинской рок-группы «Друга река». И вот с солистом этого коллектива, с лидером фронтменом, с Валерием Харчишиным. Мы сейчас на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Мне так приятно слышать. Я впервые услышал правильное название нашей группы из уст неукраинца. Именно «Друга река» называется группа. Спасибо вам большое. Мы еще и спеть можем. Тихая. Да? А вы знаете наши песни? Ну, с огромным действительно удовольствием. Я думаю, что мы в конце обязательно поставим. Может быть, кто-то вспомнит, кто-то откроет для себя, поскольку у вас в самом деле потрясающий совершенно. Мне кажется, вообще у украинской рок-музыки какое-то особое звучание, какой-то особый, не знаю, хватающий за душу надрывный, какой-то нерв оголенный. Вот чем объясняется то, что действительно украинская музыка, рок-музыка, она стоит как будто бы в особняке. Она не такая попсовая, она более лирическая и какая-то... Ну, прослеживается, на самом деле, я согласен с Олегом, своя определенная мелодика именно у украинского рока, в том числе и у вашей группы. В самом деле, как вы это объясняете? Не знаю. Мы, наверное... В принципе, украинская музыка мелодичная, начиная от фолка, от беднородной музыки, с куринья, я скажу, и заканчивая... Да и попса у нас тоже мелодичная. Я не знаю, особенность, ментальность, характера, природа украинская. Не знаю. Мы замесли... Мы живем сердцем, мы живем сердцем, мы чувствуем сердцем, мы более откровенным, мы... Ну, если говорить о себе, я не буду говорить там во всей музыке украинской, но я пишу тексты, когда я знаю, что я хочу сказать, а не для заполнения буквами какого-то аудиопространства. Я не пишу, когда мне нечего говорить. В таком случае, извините за прямой, откровенный вопрос, что вами было написано за последние два месяца? Последние два месяца, опять-таки говорю откровенно, вообще музыку не хотелось слушать. Нам хотелось тишины. Ну, это... Да, даже президент Зеленский противопоставил звуки музыки и тишину, выступая на премии Грэмми. Тем не менее, вы решились поехать вот этот благотворительный тур. Вы знаете, сначала хотелось кричать, потом кричать в песнях. Кроме матов, ничего из уст не летело. Поэтому решили спеть, и причиной стал благотворительный концерт, когда, в общем, цепочка логическая такая. Сначала снесли дом, в котором жили мои дети. Затем брат мой записался в ЗСУ вслед за сыном моим старшим. И мы решили собирать деньги на экипировку, на амуницию для роты, в которой мой брат. Сначала я опубликовал пост с фотографией этого разрушенного дома. А потом мы сделали онлайн-концерт, и я услышал песню, которая называется теперь «Мариуполь». Ее написал Ростислав Домишевский, это наш старый друг, коллега. И мне захотелось ее спеть. Это, наверное, первое, что новое из моих уст и из-под рук музыкантов группы «Друга река» прозвучало за долгие, ну, эти два месяца, наверное, самые длинные месяцы в нашей жизни. Что могут сделать? И серия концертов продолжается, то есть это уже будет не онлайн, я понимаю, что нужно выступать там, где мы можем выступать, потому что наше выступление было в бомбоубежище, это такой клуб бомбоубежище, с которого мы транслировали на всю Украину. И понимаем, что выступать где не стреляют, слава богу, пока, и надеюсь, никогда не будут стрелять россияне и бомбить. Вот поэтому едем к вам, едем в Вильнюс, Ригу, у вас мы будем выступать 30 апреля, First Club, сдается так называется. Да, все правильно, First Club. Тяжело говорить, тяжело говорить, переводить на русский язык, тем более с английского на украинский, на русский First Club. Поэтому вот так петь не хотелось, но сейчас мы вернулись к тому, чем мы можем помогать, армии, прежде всего армии, потому что от них зависит, победим мы зло, или... Ну, нас невозможно победить, потому что для этого Путину придется нас всех убить. Но как скоро мы победим, это зло. Вот в этом вся причина, почему мы сейчас играем, почему мы собираем концерты, и почему мы едем к вам. И за что мы вам благодарны, если вы придете на наши концерты и пожертвуете. В вашей группе, можно сказать, уже больше четверти века, и значительное количество альбомов выпущено, и клипов. Как вы собирали программу именно для вот этого турне, конкретно для рижского концерта, что в нее вошло? Знаете, собирать было несложно, потому что мы впервые выступаем в Риге, и здесь нет в этой программе песен для рижских слушателей, старых, новых, они все будут новыми. Поэтому, если говорить об этом, если говорить о песнях, которые связаны с войной, или как так или иначе призывают к борьбе, то в 2014 году нам не нужно было искать эти песни или писать специально. У нас был альбом, который назывался Super Nation, он был написан как раз во время революции гидности, революции достоинства, и поэтому песни такие, как «Хто, якшен и ты?», «Хто, если не ты?», «Хто, если не мы?», песня «Я чую?», «Я слышу?» Ну и песни, которые уже стали хитами у нас в Украине и в мире, такие как «Секрет», то та же песня «Мариуполь», они прозвучат на концерте. Петь будем украинскую мову, потому что иншим и мовам у нас песен сейчас к сожалению или к счастью нет, потому что тогда в 21 веке на тебя падают бомбы, их сыпет северный сосед, который называл себя братом, земля стонет, и я не уделюсь, если она сама запоёт скоро украинскую. Скажите, а вот нет ли такого действительно чувства, эффекта, что с началом войны как-то многие песни вдруг не то чтобы зазвучали по-другому, но их изменился как-то смысл, их стали воспринимать по-другому. Ну вот взять даже вот ваших коллег песню «Океана Эльзы», «Я не сдамся без бою», она как будто бы была о любви, а её сейчас как-то вот воспринимают, ну она воспринимается совершенно по-другому. И вот в ваших песнях не было ли такого, что изменилось какой-то смысл звучания? Вы знаете, я впервые в военное время, ну уже когда началась полномасштабная война, исполнял эти песни, и мне кажется, что у каждой песни есть. Есть то, что сейчас необходимо, и мне в том числе, людям, которые их услышат, они они о жизни, они о том, что мы хотим жить, мы хотим любить. И мне кажется, что вы знаете, не бывают неактуальных песен, если ты их пишешь сердцем, они всегда актуальны. вот даже если говорить про песню «Секрет», она была записана и как рок-песня, и как с оркестром, и она звучала в ремиксах, то есть вот жизнь такая у песни в разных аранжировках, в разных таких манерах исполнения, как как рождается ощущение, как должна звучать эта композиция, песня? Больше вы экспериментируете ли, добавляя какие-то струнные, духовые, то есть расширяя звучание группы? Знаете, идеальная песня это та, которая звучит просто на акустической гитаре, в аккомпанементе акустической гитаре или там на фортепиано, на рояле, и ничего лишнего, ничего дополняющего эту песню не нужно но когда эта песня условно говоря хит ты ты хочешь ее расширить, ты хочешь вдохнуть в нее новое звучание, поскольку она исполняется очень часто и ты уже забываешь вот то первичное первичное да, когда ты ее писал и в начале к примеру песню секрет когда исполнял я не мог допеть до второго куплета потому что я плакал я понимаю почему я ее написал так вот когда это все забывается когда люди начинают слушать уже не душой не ушами а задницей простите и танцевать под нее потому что она получила и танцевальный ремикс этой песни тогда хочется что-то изменить срочно в ней и поэтому на помощь приходят народные инструменты академические инструменты и мы записывали в том числе и эту песню с музыкантами национального академического оркестра наони мы играли ее в акустике без этих народных академических инструментов просто под акустическую гитару и хочется постоянно вдыхать в нее новое чтобы она не теряла то первичное во что я туда вдохнул есть и другие причины почему люди создают много ремиксов или много разных версий потому что песня честно говоря никудышная и она просто не работает поэтому ее переделывают а если песня говно то переделывай не переделывай она останется времен простить ну как оказывается мы с Олегом угадали вчера абсолютно параллельно не сговариваясь проникшись именно секретом более того через несколько минут мы ее и в нашем эфире поставим потому что необходимо познакомить слушателей и начать знакомство с вашей группой мы считаем именно с этой композицией напомню мы беседуем с Валерием Харчишиным лидером украинской группы друга река который 30 апреля даст концерт в клубе ферст мир благотворительный конечно же концерт ну и мы очень надеемся что ваш визит в Латвию будет ну каким-то началом долгой дружбы потому что мы действительно сейчас открываем для себя может быть многое у наших соседей может быть мы живя не так далеко друг от друга меньше знали поэтому хотелось бы конечно узнать я знаю что вы хотите сказать и простите что перебиваю к сожалению к сожалению нужно было случиться этой войне чтобы мы пошли правильным путем потому что постоянное заглядывание в северное окно Российской Федерации пытаясь там найти каких-то слушателей расширить географию это ну как минимум это было была сделка с совестью и то что мы сейчас делаем нужно было сделать еще 25 лет назад нужно было отрезать и простите и забыть о существовании этой территории и все-таки пытаться то что мы делали в принципе я не говорю что все пытаться как-то интегрироваться в Европу интегрироваться с адекватными людьми с нормальной музыкой с нормальными жизненными ценностями ну да к сожалению ваш первый концерт в Риге состоится в таких страшных условиях при таких страшных предпосылках но мы уверены что это не последний ваш визит будет к нам и к нашим соседям в Вильнюс да и в принципе вот что как вы считаете насколько конкурентно способна музыка я имею ввиду маленьких европейских стран таких как Латвия ну и побольше конечно больших европейских стран как Украина с музыкой Великобритании Германии где казалось бы ну трудно пробиться на тот рынок да везде трудно я считаю если бы там мы жили в Англии или в Америке там мы или какие-то латвийские группы это не значит что мы бы ближе были к этому окну возможностей и реализации это значит что нужно писать музыку которая я буду перекликаться с сердцем всего свит не знаю у меня есть любимая группа Сигуррос это исландская группа вы знаете наверное да они у нас тоже были она она поет ну они поют на исландском не знаю похож ли он на шведский возможно но вы же знаете что на исландском говорят не более там 400 тысяч населения жителей простите земли и на концерте в 14 году в Хельсинки было около 10 тысяч слушателей и это не в Рекьявике это в Хельсинки и так они соберут в любой точке мира это ответ на вопрос я не пою исключительно на исландском языке ну с другой стороны мы помним когда-то был такой французский период вопли ведоплясова вполне себе успешно они были в Париже я не знаю были ли они успешны ну по крайней мере так говорили я тогда не смог ну они говорили а мы верим нам приятно в это верить ну у нас есть такие нишевые музыканты которые популярные по всем мире это группа джинджер продают продаются туры по всему миру и там по 100 миллионов просмотров ютюб но это узкий сегмент это металл в общем он одноязычный и поэтому там невозможно петь по-другому там все понятно и просто и девушка которая поет она по-моему из Донецкой области в этой группе она показывает это как спорт это как спорт она показывает такие вокальные пируэты что я в принципе не слышал никогда в жизни чтобы так женский голос ломался в тесситуре баса есть группа Дахабраха не знаю вы слышали не слышали украинская она популярна ну как популярна она известна в мире они поют фолк это можно на примере Дахабрахи провести параллель с Сигурос они тоже вроде бы как истанские и они тоже в Риге давали концерт представляете вот все кроме факта и наконец-то вы до нас доедете ну и 30 апреля клуб First благотворительный концерт украинской рок-группы Друга Река и с солистом этого коллектива с Валерием Харчишиным мы сейчас говорили а наверное самое время нам доуспеть послушать песни да 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 нужно еще поставить обязательно секрет спасибо огромное ждем вас ждем с нетерпением до свидания мы тоже очень ждем этой встречи надеемся на аншлаг ну неважно будет аншлаг или не аншлаг но очень надеемся на него опять мы будем даже если будет один человек и дякую вам за то что поддержите Украину нам это очень нужно слава Украине спасибо Латвия радиоболтком